Что все считают полезным, хотя на деле это не так? Дышать. Учитывая примеси, которые находятся в воздухе и сам кислород, который окисляет организм, лучше бы мы не дышали. Занятия спортом каждый день. Мышцам нужно время для восстановления. При каждодневных занятиях они просто не успевают этого сделать. Спортивные батончики. Блять, они так названы не потому, что полезны и помогают похудеть, а потому что они хорошо насыщают во время занятий спортом. Если принимать душ каждый день, то это отрицательно повлияет на вас. Дело в том, что если ноги, спина, шея и туловище, те участки, которых вода касается только в пляже, бассейне и душе, будут слишком часто контактировать с водой, то она может стать более морщинистой. Если вы заметили такое после долгого контакта с водой, вы понимаете о чем я. Постоянно будет нуждаться во влаге, разные средства из-за частого употребления могут вызвать разные болезни кожи. Употребление спиртного как релаксанта. За расширением сосудов вскоре следует их сужение, усугубляющее ситуацию. Для поддержания эффекта приходится увеличивать дозу. Сильная нагрузка на печень. Организм не отдыхает, он еще больше напрягается, пытаясь избавиться от отравления. Ситуацию усугубляет необходимость увеличивать дозу из пункта выше. Анестетик. Спиртное не расслабляет, оно дает ощущение легкой анестезии по всему телу. Вы не расслабляетесь, вы просто не можете ощутить напряжение, которое никуда не девается. Психологическое напряжение. Если спиртное помогает вам снять психологическое напряжение, это говорит не о способностях спиртного, а о вашем хроническом алкоголизме, чем симптомом является ваше пробиваемое только спиртным напряжение. Самое забавное, что все в этом мире полезно, если оно в меру. Жир, сахар, калории. Если в меру, то даже еда из KFC довольно полезная. Более того, даже курение обычного табака, а не более двух сигарет в день, не сделает вашему организму очень плохо. Конечно, это и не улучшит ваше здоровье, однако пользы принесет больше, чем вреда в определенных ситуациях. Питание 5-6 раз в день. Конечно, при условии, что это не диета, выписанная при разных заболеваниях. Такое питание очень большой стресс для желчного пузыря и поджелудочной. Также может быть вреден апельсиновый сок на голодный желудок. Думаю, не раз видели хотя бы в тех же фильмах, как люди на завтрак пьют сок. Помимо того же сахара, повышающего инсулин натощак, сок цитрусовых раздражает слизистую и повышает кислотность. Фрукты. Да, они полезны, но есть их желательно до обеденного времени. Так вы получите от них максимальную пользу, так как там очень много углеводов. Это совет тем, кто хочет перейти на правильное питание. Косметические средства от морщин, целлюлита и темных кругов под глазами. Стреть морщины снаружи нельзя, как и темные круги. Безглютеновая жрачка. О господи, как же меня это бесит. Да, I have, блин, аллергия. Каждый раз в магазине мне надо либо бороться за рисовую муку, во всех остальных пшеничная все-таки имеется, а в ней глютен доминирует. Либо смотреть на пустую полку секунд 10, разочарованно вздохнуть и уйти. Пить много соков. В них много сахара. Да и попить водички будет намного полезней, хотя апельсиновый сок все равно занимает особое место в моем сердечке. Просто потому, что это вкусно. Кальян. Конечно, он не такой вредный, как Сиги в небольших количествах, плюс охлаждается водой. Но де-факто он даже вреднее, ибо количество угарного газа больше, намного больше. У меня после него легкие болели еще день. Большинство диет и полезных продуктов. Лол, я сижу на диетах 5-6 лет и знаю, что полезно, а что нет. Голодовка не выход, специальные диеты тоже. Если хотите просто выглядеть хорошо, то ешьте сбалансированно, не пропуская прием пищи. То, что вы пропустили прием пищи, не сделает вас здоровее, Карл. Большинство фитоняшек это анорексички. Только не надо мне писать эти комменты. Это не так, есть такая-сякая. Йогурт в частых случаях вреден. То же самое с творогом. Покупайте обычный творог без сахара, а не с фруктами. Творог с фруктами капец напичкан сахаром. Хлопья и полезные хлопья. Это уже отдельная тема. Там тоже полезными веществами и не пахнет. Я могу еще долго говорить, но лучше я закончу. Мясо. Его культивируют так, словно из него реально сделаны клеточки нашего организма. Без него можно спокойно обойтись, но ни один взрослый этого не признает. Все ошибочно считают, что если толстого человека постоянно называть жирным, то это заставит его снизить вес. Если бы сейчас был легален расстрел, как в советские времена, то таких вдохновителей надо было бы расстрелять, приставив к стенке. Просто хочется, чтобы эти люди понимали, что все люди разные и кого-то то, что его называют жирным, только оскорбляет. Я знаю, что большинство именно оскорбляется, ибо эта реакция вполне закономерна. Молоко. В нем содержится козеин, из которого изготавливают пластмассу, клей и резину. И оно рассчитано на теленка, вес которого сразу от 20 килограмм и выше, а не для человека, который весит 3 килограмма при рождении. Что баня полезна для кожи. Это не так. Из-за высокой температуры вы наоборот ее повреждаете. Также миф. Сода в перемешку с кофе помогает избавиться от прыщей. Не знаю, где эту ересь откопали мои родственники, но кожа начинает только сильнее воспаляться и сжечь. Чтение книг. Все взрослые говорят. Отойди уже от своего компьютера и телефона, зрение испортишь. А то пеешь и лучше книжку почитай. Как будто бы от книжки зрение не испортить. Ну да, ну да, хрен что докажешь. Ачи под глаза. Они содержат воду в виде воды либо геля. Эти молекулы не способны проникнуть сквозь верхние слои эпидермиса и остаются наверху, постепенно испаряясь. Чтобы увлажнить кожу по-настоящему, нужны липиды. Они проникают глубже и задерживаются в глубоких слоях эпидермиса. Липиды содержатся в питательных кремах, не увлажняющих. Увлажнение это испаряющая вода. А питательных патчей пока не существует. Таким образом, мы тратим деньги на патчи, а это равносильно тому, что мы бы намочили ткань салфетку водой и держали на глазах. Внешний вид улучшается временно. Если же использовать липиды, то внешний вид изменится на более продолжительное время. Разработчики патчей хорошо зарабатывают, потому что как только вода испарилась и эффект к вечеру исчез, мы снова хотим нанести патчи, ведь после них вид отличный. Только не стоит путать питательные кремы от Mass Market, Nivea, Garnier и тому подобное. С аптечными средствами АА, Клиник, La Roche Posay и тому подобное. Первые создают пленку, защищая кожу от потери влаги, что само по себе кожу не улучшает. А вторые содержат мягкие качественные липиды, которые можно без опасений наносить и кожа станет более насыщенной и упругой. Моя мама считает, что любая обувь, сделанная из ненатуральной кожи или ненатурального чего-нибудь, то это химия, а значит вредна. И я тебе не буду это покупать. А потом, когда она мне покупает обувь из чего-то, по ее мнению натурального, то эта обувь выглядит так, что пипец. У моей мамки хороший вкус, просто это натуральная обувь. Еще начинает возмущаться, что я ее отказываюсь носить. Картошка. По сути, она вообще бесполезна и вообще вредна. Там один крахмал, который наш организм перерабатывает в сахар. А про неполезный сахар все знают. А если картошка еще и полежавшая, то там вообще вырабатываются токсины, которые отравляют организм. Художественные книги по типу романов. Ноль полезной информации, максимальная польза – это словарный запас. Но кому он нужен, если ты тратишь около двух недель на пару слов для твоего запаса? Ну, прочитай что-то полезное, те же советы миллионера или как выиграть в споре, переубедить человека в чем-либо. Сладкие завтраки. Сладкое на голодный желудок не рекомендуется употреблять, так как может повыситься уровень инсулина, из-за чего вы чаще будете хотеть есть в течение дня. Растить ребенка как тепличную орхидею почти в стерильных условиях. У меня под носом два живых примера. Мой друг детства, который болеет 3-4 раза за одну зиму. И мой двоюродный брат, который тоже чуть что сразу заболевает. Ну, с первым ладно. У него с детства ослаблен иммунитет. И эти тепличные условия почти вынужденная мера. Но со вторым все по-другому. Его мама слишком сильно защищает его здоровье. Никаких сквозняков в комнате, вода только копяченая и зимой при минус 25 одеваться как в минус 35. Из-за этого его иммунитет ослаб. И когда я просто замерзаю до обычных соплей на несколько дней, он на грани простуды на 2 недели. Если он погуляет зимой без шарфа или шапки буквально пару часов, то скорее всего будет либо насморк, либо кашель с температурой. Но у меня иммунитет и с рождения хороший. Я быстро переболевала, если заболевала, хотя болею редко. Мой рекорд 3 года без простуды. Хотя я не росла как Роза. Я бывала простывала, хрипела, получала много ссадин на улице из-за детства с парнями. И максимум, что у меня было простой отит в правом ухе из-за ветра на улице. Мораль сей басни такова. Не растите ребенка в полной стерильности. Дайте ему пару раз простудиться, чтобы у него появлялся иммунитет. Разрешите разок потрогать чайник или кактус. Поранившись один раз, он больше не полезет туда. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я опубликую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok